Здравствуйте, уважаемые пациенты! Представляю такой клинический случай, почти детективный, но, к сожалению, не имеет место быть. Если говорить о скрытых инфекциях, то диагностика порой представляет сложности. Казалось бы, многие утверждают, что, например, обычный мазок на флору уже давно устарел, есть ПЦР-диагностика, есть и ФА-диагностика, и что это, в принципе, уже за прошлый век, под микроскопом смотреть соответствующие клетки и искать возбудителей. Но на самом деле это не совсем так, вернее, совсем не так. Представляю клинический случай. Женщина, у нее несколько половых партнеров в разных городах, в которых она периодически встречается, в том, что он заболел гонореей. Ну, девушка сказала, у меня ничего нету, это ты сам где-то нагулял. Вот, соответственно, скандал, ну и расставание. Она пошла провериться, сдала мазок на флору-диагностику, на инфекции, там, комплекс, ну, среди которых была гонорея, и анализ оказался отрицательный. Она молодого человека послала, говорит, это не я. Вот, но спустя некоторое время другой половой партнер пожаловался на то же самое, что у него началась гонорея. Вот, девушка пошла, пересдала анализ, который опять оказался отрицательным. Вот. Ну, с этим вопросом она пришла, в принципе, в нашу клинику. На осмотре, действительно, никаких признаков воспаления не было. Вот. Смысл особого проводить повторную пациенту диагностику не было. Ну, решили взять обычный мазок на флору, по Экспресс, вот, и посмотреть, что там. И оказалось, что там действительно хорошая такая гонорея. Вот. На снимке видно. Причем, обычно в мазке гонококки, вот такие, как кофейные зерна, они содержатся в лейкоцитах. А тут они облепили большую эпителиальную клетку. То есть, сами по себе они не вызывают воспаления, то есть, это типично скрытая инфекция, но при половом контакте происходит передача и уже в другом организме начинается обычно, грубо говоря, обычно течение данной инфекции, то есть гонорея. Вот. Почему не показывала пациент диагностика? Ну, во-первых, это говорит о том, что все равно бактерии, хоть и реже мутируют, чем вирусы, но если ломается какой-то ген, на который непосредственно происходила диагностика, то он, естественно, будет отрицательным. Что и было в этом случае. Вот. То есть, один производитель, который, ну, производитель тест-систем опирался именно на этот ген, и он оказался сломан, и, соответственно, анализ был отрицательным. У других производителей тест-систем, которые ориентировались на другой ген, этот анализ впоследствии оказался положительным. Вот. Что и в чем и было разночтение, диагностическое разночтение, и, соответственно, привело к вот таким вот результатам. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok